Не хочется лишний раз жаловаться, но... День! Все эти игры, которые постоянно отправляют напоминания об открытии какого-то сундука. Инстаграм, Фейсбук, Твиттер, ТикТок, приложение, которое сообщает, что нужно пить воду, лайки, комментарии, сообщения в разных приложениях, это уже слишком! Итак, первый шаг — выключить уведомления. Больше никаких красных значков, которые появляются только для того, чтобы заставить вас посмотреть, что вы пропустили за последние 37 секунд. Или вы открываете уведомления утром и бам! Зависаете на 2 часа в Твиттере. До свидания! Утренняя пробежка, приятная беседа с соседями по комнате за завтраком или еще одно утро без спешки и опоздания на работу. Время от времени, конечно, можно проверять какие-то уведомления, сообщения и обновления игр, но делать это каждые полчаса или чаще — это так утомительно! Взгляните на кота, который хотел запрыгнуть на стол. Это определенно сделало ваш день лучше. Эй, видео закончилось! Но есть еще забавные собачьи моменты. А теперь давайте взглянем на время. Что-что? Вы смотрели ролики 2 часа подряд? С этим нужно заканчивать. Автономные режимы и чем раньше, тем лучше. Да, если все делать в автономном режиме, можно меньше отвлекаться. В этом весь смысл простого телефона. Его можно использовать только по необходимости, чтобы не попадать в зависимость от своего гаджета и экономить массу времени. Смартфоны стали слишком умными. Вот почему мы снова и снова попадаем в одну и ту же ловушку и не знаем, как держаться от них подальше. Загрузка карт, интересных подкастов, музыки и других вещей, которые вам нужны — автономный режим. Это все равно, что дать своему мозгу заслуженный отдых. Да, и еще кое-что. Больше никакой электронной почты. Это стало привычкой, а мы даже этого не заметили. Вы проверяете каналы в социальных сетях, а затем автоматически заходите на почту, независимо от времени суток. Таким образом, вы даже не можете забыть о работе, потому что, конечно, вот же он. Ответ вашего коллеги — быстрый запрос вашего босса, который всегда потом превращается в пару дополнительных часов перед экраном. Потенциальный клиент. Чтобы это ни было, нельзя стерять это из памяти и притвориться, что вы этого не видели. И это неважный звонок, который не может подождать до завтра. Оставьте это на утро. Не прерывайте вечер с кино или ужин с друзьями, проверяя почту. Итак, больше никакой электронной почты или других приложений, крадущих время. Звонки, сообщения, фото, навигация — это все, что есть в обычном телефоне и с чем можно справляться, чтобы не отрываться от жизни. Новости, социальные сети, игры, приложения, с которыми не оторваться от экрана — это особый подарок от смартфона. Ну, что-то вроде сюрприза. Пора украсть у вас время, отвлечь от важных дел, заставить нарушить все обещания, которые вы любите себе давать. Ладно, если это что-то важное, но дополнительные приложения — это нужно ограничивать. Эй, видел, что случилось на днях? Подожди, я тебе покажу. Как же много подобных разговоров. И прежде чем мы это осознаем, у вас в руке телефон, вы прокручиваете браузер вниз, чтобы показать другу какую-то глупую новость. У него тоже есть телефон, и он тоже хочет показать вам что-то интересное. Сидеть в тишине, напрягая шею, проверяя глупые вещи, которые вам даже не интересны, но просто привлекают внимание. Звучит знакомо. Читая новости или просматривая, кто тут певец, чья песня звучит по радио, выпивая кофе с другом, с которым вы можете пообщаться. Но вместо этого вы так много всего просматриваете, что откладываете этот кофе уже несколько недель. Приходится всем говорить, что у вас нет времени, и... Возможно, браузер тоже нужно проверять в определенное время, чтобы постоянно его не открывать. Запишите то, что вам важно, и проверьте это позже. Конечно, порой вам захочется зайти в какое-нибудь приложение, но если его удалять, а потом повторно устанавливать, это раздражает. Поэтому вы подумаете дважды, точно ли вам это нужно. Итак, удалите App Store или спрячьте его там, где его будет не видно. Если для вас это слишком сложно, есть приложение, которое создает вид обычного телефона и переводит экран смартфона в его старую школьную версию всего с парой базовых приложений. Просмотр 20 приложений одновременно заставляет чувствовать, что нужно установить еще больше. Да, будет непривычно видеть такой простой экран, и поначалу будет даже казаться, что телефон сломан. Но привыкнув, вы будете задаваться вопросом, как вы вообще могли что-то делать с таким количеством приложений. Дедушке это нравится. Теперь вы даже не можете этого видеть, потому что уведомления отключены. Будильник. Раньше у всех были будильники. Это определенно облегчает процесс. Возвращение к основам. Никакого телефона утром. Никакого телефона на ночгляде. Возвращаемся к качественному сну. Класс! Когда вы лежите и думаете о том, как превратить эти послеполуденные часы в занятия тем, что вам нравится, возникает мысленный образ вашего дедушки, который говорит «Я говорил тебе миллион раз, выключи свой телефон, ты тратишь на него слишком много времени». Ладно, дедуля, возможно, на этот раз ты прав. Вы можете подумать «Так, почему я должен пользоваться обычным телефоном, если технологии так быстро развиваются?» Зачем возвращаться в прошлое? У 66% населения есть признаки номофобии. Это страх остаться без мобильного телефона. То есть двое из трех человек неразлучны со своими телефонами. А более 70% людей обычно спят со смартфоном. Звучит знакомо? Проверка телефона – это первое, что многие делают, когда просыпаются посреди ночи, а 3% даже держат его в руке, пока спят. Большинство людей могут ответить на сообщение всего за минуту. Более 70% берут телефон в уборную. 20% предпочли бы остаться на неделю без обуви, чем отдохнуть от смартфона. В среднем люди прикасаются к своему телефону более 2600 раз в день, в то время как 10% являются опытными пользователями, которые прикасаются к нему более 5400 раз в день. А это уже переводит фразу «Будем на связи» в совершенно другую и далеко не самую хорошую плоскость. Более 20% автомобильных аварий происходят из-за использования телефонов во время вождения. Представьте, что за вами постоянно следует какая-то тень. Она всегда рядом, куда бы вы ни пошли и что бы вы ни делали. Да, это ваш телефон, потому что более половины пользователей смартфонов никогда их не выключают. Бразилия – страна с самым высоким уровнем использования смартфонов. На втором месте Китай, на третьем – США. 58% людей признались, что пытаются ограничить время, которое они проводят за смартфоном. 41% это удалось. Средний человек проверяет свой телефон каждые 12 минут, когда он бодрствует. А 85% проверяют свое устройство во время общения с членами семьи и друзьями. Каждый день люди тратят 144 минуты в социальных сетях. А это значит, что если продолжать в том же духе, у нас уйдет около 5 лет и 4 месяцев жизни на прокручивание ленты социальных сетей. Почти 5,5 лет потраченного в пустую времени, вместо того, чтобы заниматься чем-то полезным. Вау! Не верится, правда? Ладно, тогда такое предложение. Посмотрите это видео еще раз и каждый раз при слове «смартфон». Заменяйте его на «теннисный мяч». Это будет весело. И не забудьте поделиться с нами своими идеями на этот счет в комментариях.